В данной видеозаписи мы рассмотрим в общих чертах всю платформу, какие в ней существуют разделы, за что они отвечают и что в них можно делать. Итак, на первой странице нам необходимо успешно авторизоваться. Если вы еще не зарегистрировались, то зарегистрироваться при помощи имейла и пароля. А также, если вы забыли пароль, то восстановить его, он вам придет по почте. Итак, авторизируемся. И после авторизации сразу мы попадаем на страницу «Мои проекты». На данной странице, как вы уже понимаете, будут храниться все ваши проекты, каждый из которых можно просмотреть, отредактировать или удалить. Соответственно, вы можете показать проекты в виде списка, можете показать их в виде карточек. Вы можете отсортировать их по дате добавления, дате создания или по названию. А также у вас, естественно, работает поиск по названию. Таким образом, вы можете фильтровать ваши найденные проекты. И, естественно, при нажатии на кнопку «Новый проект» у вас создается заготовка для создания нового проекта. Но пока на этом останавливаться не будем, об этом мы поговорим чуть позже. Следующий раздел называется «Источники данных», в котором представлены как данные платформы, то есть данные Flexotel, так и ваши собственные данные. Они отображаются, соответственно, различными иконками. В ваших собственных данных отображается иконка пользователя, в данных Flexotel отображается логотип компании. Опять-таки, вы можете фильтровать данные, вы можете оставить только мои данные, можете оставить только данные Flexotel, ну или же показать все данные. Также осуществляется фильтрация по типу геометрии данных, например, только точечные данные, линейные или полигональные. Также вы можете осуществлять поиск по названию наборов данных или же по тегам, которые присвоены вашим данным. Например, можем отфильтровать только данные тарифа Basic. Соответственно, останутся только те данные, у которых есть тег Basic. Ну и, естественно, мы здесь можем загрузить свои собственные данные. При нажатии на соответствующую кнопку у нас появляется модальное окно, в которое мы можем перетаскивать или же подгружать из проводника данные формата DOJSON, Excel и zip-архивы с shape-файлами. Соответственно, при добавлении данных мы можем просто перетащить определенный набор данных сюда, задать ему название, например, тест. Тест. Описание и теги добавлять не обязательно, но можем добавить теги. Добавляются они через Enter или через кнопку «Добавить», «Тест», «Дель» и нажимаем кнопку «Сохранить», то есть загружаются ваши данные. И после загрузки данных у вас высвечивается алерт с количеством записей, которые были на вход и количество сохраненных и несохраненных записей из данного файла. Соответственно, у вас появился данный раздел. Вот он. Тысяча объектов. Название «Тест» и описание «Описание». Можете его удалить. При загрузке формата Excel на вход можно подать точечные данные, и при использовании данного формата необходимо задать следующие условия. Давайте перенесем файл Excel тестовый. И, как мы видим, у нас появляются поля ввода для загрузки геометрии точечных данных. Поле ввода X отвечает за долготу, и поле ввода Y отвечает за широту. В них необходимо вписать название тех столбцов, в которых у вас в Excel-файле хранится, соответственно, долгота и широта. И также необходимо выбрать проекцию, в которой хранятся ваши координаты. То есть, если у вас обычные географические координаты, выбирайте проекцию 43.26. Дальше опять заполняем наименование, описание, теги и загружаем данные. Следующий раздел называется «Тарифный план». В нем вы можете посмотреть свой тарифный план, сколько дней до его истечения осталось. Вы можете продлить свой тарифный план, можете выбрать срок, на который вы хотите продлить тарифный план. Ну, а также посмотреть, что конкретно входит в данный тариф. Следующий раздел уже вам знаком по предыдущему видео, называется «Инструкции». Соответственно, здесь при необходимости вы можете посмотреть более подробно о каждом виджете, о каждом наборе данных и вообще о том, как создавать проект, как стилизовать слои и так далее. В боковом меню вы можете найти соответствующие разделы. В разделе «Профиль» мы можем посмотреть непосредственно сам профиль, в котором мы можем заменить нашу аватарку, можем поставить какие-то персональные данные, можем изменить пароль при необходимости, а также имейл. В разделе «История платежей» вы, соответственно, будете видеть ваши платежи, которые вы осуществляли на данной платформе. И, наконец, в разделе «Документы» вы можете ознакомиться с пользовательским соглашением, а также политикой обработки персональных данных. Вот, собственно, и все. Довольно простая платформа. Ничего сверхъестественного здесь нет. А в следующем видео мы уже начнем непосредственно создавать свой собственный проект, настраивать стили, виджеты и в дальнейшем публиковать его. До встречи в следующих видео!